Блок номер 2. Почему вы ушли с предыдущей работы? Естественно, такой вопрос спросят. Есть даже шутка в интернете. Почему? Потому что платили мало, отпуска не было и так далее. Но мы, естественно, не будем этого всего говорить. Мы должны рассказать об этом красиво. Что значит красиво? Мы должны рассказать о тех преимуществах, которые имела предыдущая работа, но по причинам, которые, скорее всего, не зависели от вас. Вы очень не хотели уходить, но по некоторым причинам вам пришлось это сделать. Давайте посмотрим, как об этом можно сказать. Итак, давайте переведем. Почему вы оставили предыдущее место работы? Я научился многому, работая на этой позиции, но теперь я ищу новых испытаний, я хочу расширять свои горизонты, я хочу получать новые навыки, все из которых, как я считаю, я потенциально могу получить на этой работе. Я жду с нетерпением новых возможностей, которые помогут мне развиваться на работе и развиваться в финансовом плане. Я хочу учиться новому там, где я работаю. Я ищу работу, на которой я смогу расти вместе с компанией. Я ищу работу, которая соответствует моей квалификации. Меня уволили или меня сократили, потому что компания сменила местоположение, компания была сокращена, либо компании необходимо было сократить расходы, урезать расходы. Итак, I've learned a lot from the current role, but now I'm looking for a new challenge to broad my horizons and to gain a new skill set, all of which I see the potential for in this job. Все это одно огромное предложение. И, как видите, это предложение не начинается с того, что какая была плохая компания, как меня там все обижали, какой был шеф злой, противный, как мне мало платили денег. Нет, мы начинаем с преимуществ. I've learned a lot from my current role. Я многому научился в своей текущей позиции. Здесь role не совсем удобно переводить как роль, все-таки удобно переводить как позиция, которую ты занимаешь в определенной организации. Можем, наверное, сказать должность. Да, вот это будет хороший вариант. Я многому научился на своей последней должности, но теперь я ищу, but now I'm looking for, теперь я ищу a new challenge. Я ищу новых испытаний, вызовов или сложных задач. Со словом challenge неудобно работать, потому что это слово подразумевает понятие, которого нет в русском языке. У нас вызов или испытания связаны с чем-то негативным, правда? В английском мире challenge – это испытания или вызов, которые могут поднять тебя на новый уровень. Также и сложная задача. Это задача, решив которую ты выйдешь на новый уровень понимания, я не знаю, ситуации, мира, рабочего процесса и так далее. Поэтому англоговорящие люди, они очень любят challenges, они очень любят эти испытания. И вы должны понимать, что контекст данного слова позитивный. То есть это новые трудные задачи, решив которые, я буду развиваться. This is challenge. I'm looking for a new challenge. И вот я этого ищу. Ищу этого нового трудного опыта, который поможет мне развиться. To broaden my horizons. Чтобы развить свои горизонты. Broaden – это развивать. Horizon – горизонт. Обращаем внимание на произношение. Расширять горизонты. To broaden my horizons. And to gain a new skill set. И получить новые навыки. Gain – это получить, приобретать. Skill set – это набор навыков или набор умений. To gain a new skill set – получить новый набор навыков. All of which I see the potential for. Все из этого я вижу потенциально на этой работе. Опять же, неудобно переводить эту фразу. All of which I see the potential for. Для всего этого я вижу потенциал in this job. Вот на этой работе. На той, которую я сейчас ищу. Еще раз читаем этот блок. I've learned a lot from my current role. But now I'm looking for a new challenge. To broaden my horizons. And to gain a new skill set. All of which I see the potential for in this job. I'm looking forward to better opportunity. To grow in job wise. And financial wise. Я жду, я с нетерпением жду новых возможностей, которые помогут мне выйти на новый уровень, на работе и в финансовом плане. I'm looking forward to – это выражение обозначает ждать чего-то с нетерпением, предвкушать чего-либо. Такое, знаете, как трепет в груди. I'm looking forward to, кстати, является очень хорошим официальным выражением, не только обиходным. Оно очень часто используется, например, в деловых письмах. После to мы указываем, чего же мы ждем. Это будет либо существительное, как здесь. I'm looking forward to opportunity. Либо это может быть глагол, но глагол обязательно должен быть с окончанием ing. То есть здесь to предполагает, что после него будет существительное, либо близкое грамматически к существительному форма герунде. Глагол с окончанием ing. I'm looking forward to better opportunity. Я с нетерпением жду новых, хороших возможностей. Слово opportunity – это возможность. Better opportunity – лучшая возможность. To grow in job wise. Я немножко тут думала, как бы лучше перевести выражение to grow wise. В данном случае wise не обозначает мудрый. Оно обозначает, что вы двигаетесь в каком-то направлении. Wise – это то же самое, что in direction of. Расти в каком-то направлении. To grow in job wise. То есть развиваться в ключе данной работы. И grow in financial wise. Развиваться в финансовом плане. То есть улучшать свое финансовое положение. Дословно эти обороты мы не переводим. И также предлог in здесь не обязателен. Итак, to grow in job wise and financial wise. Вы уже поняли, что это значит. Еще, кстати, часто wise через тире пишется. Job-wise. I want to learn more things where I'm working. Я хочу выучить больше вещей там, где я работаю. I am looking forward to better opportunity to grow in job wise and financial wise. I want to learn more things where I'm working. I am looking for a job where I can grow with a company. Я ищу работу, где я могу развиваться вместе с компанией. I am looking for a job that suits my qualifications. Я ищу работу, которая будет соответствовать моей квалификации. To suit qualifications соответствовать квалификации. I was laid off. Либо I was made redundant because меня уволили. Здесь два оборота обозначают одно и то же. Be laid off. Be redundant. Быть уволенным. Это пассивный залог, кстати, в обоих случаях. Итак, почему же меня уволили? Because the company relocated. Потому что компания сменила дислокацию. Сменила местоположение. Relocate. Because the company downsized. Потому что компания сократилась. Downsized – сократить что-либо. Либо because the company needed to cut costs. Потому что компании необходимо было сократить расходы. To cut costs – сократить расходы. Опять же, друзья мои, видите, тут всего лишь несколько фраз и огромная куча новых слов и выражений, которые вам предстоит выучить. Так, теперь устойчивые выражения, слова, которые нам попались при ответе на второй вопрос. Previous job – предыдущая работа. Current role – текущая роль или текущая позиция. Challenge – испытание, вызов, сложная задача. To broaden horizon – расширить горизонт. To gain – получать. Skill set – набор навыков или набор умений. Look forward to – ждать с нетерпением, либо предвкушать. Better opportunity – лучшая возможность. Wise – то же самое, что in direction of в данном случае, то есть в направлении чего-либо. Grow job wise – развиваться в работе. Grow financial wise – улучшить финансовое положение. Grow with – расти вместе с кем-либо. To suit qualification – соответствовать квалификации. Be laid off – то же самое, что be made redundant. Быть уволенным. Relocate – сменить местоположение. Down size – сократить. Cut costs – сократить расход. Ну что ж, на этом, друзья мои, наш урок подходит к концу. Надеюсь, вам он был интересен. Если это так, обязательно нажмите кнопочку «Мне нравится». Дайте обратную связь. Интересны ли вам такие разборы? Хотите ли вы видеть подобные курсы? И вообще разбор такой темы у меня на канале. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Желаю вам успехов. Bye-bye.